Алексей Николаевич Толстой Все астрономические и физические данные в этом рассказе, включая также прохождение кометы Биеллы в 1933 году, вполне отвечают действительности. Первая Трехмачтовая яхта фламинго, распустив снежно-белые марселя, косые гроты и трепетные треугольники клеверов, медленно прошла вдоль мола, повернулась полоща парусами, приняла ветер и, скользнув, полетела в голубые поля Тихого океана. В журнале начальника порта отметили. Яхта фламинго, владелец Игнатий Руф, 18 человек команды, вышла в 16.30 в направлении юго-запад. Несколько зевак равнодушно проводили стройные паруса фламинго, утонувшие за горизонтом. Да еще два сероглазых парня-грузчика, сопя трубками за столиком кофейни на набережной, сказали друг другу. Биль, если бы фламинго пошла на увеселительную прогулку, то были бы дамы на борту? Я тоже так думаю, Джо. Биль, а ведь недаром целая шайка репортеров вертелась с утра около яхты. Я такого же мнения, недаром. А знаешь, вокруг чего они больше всего вертелись? Ну-ка, скажи. Вокруг этих длинных ящиков, которые мы грузили на фламинго. Это было шампанское. Я начинаю убеждаться, что ты глуп, как пустой бочонок, Биль. Не нужно, чтобы я обижался, Джо. Ну-ка, по-твоему, что же было в длинных ящиках? Если репортеры не могли разнюхать, что было в ящиках, значит, никто этого не знает. А кроме того, фламинго взяла воды на три недели. Тогда, значит, Игнатий Руб что-то задумал. Не такой он человек, чтобы даром болтаться три недели в океане. Так поговорив, оба парня отхлебнули пиво и, опираясь голыми локтями о столик, продолжали насасывать пенковые трубки. Фламинго под всеми парусами, слегка накренясь, летела наискосок к сине-зеленым волнам. Матросы в широких холщовых штанах, в белых фуфайках и белых колпачках с кисточками лежали на полированной палубе, поблескивающей медью, поглядывали на поскрипывающие реи, на тугие, как струны, ванты, на прохладные волны, разлетающиеся под узким носом яхты на две пены. Рулевой, крепколицый швед, сутула стоял на штурвале. Огненно-рыжую бороду его, растущую из-под воротника, отдувало ветром вбок. Гнались несколько чаек за яхтой и отстали. Солнце клонилось в безоблачную, зеленоватую, золотую пыль заката. Ветер был свеж и ровен. В кают-компании у прямоугольного стола сидело шесть человек. Молча, опустив глаза, сдвинув брови. Перед каждым стоял запотевший от ледяного шампанского широкий бокал. Все курили сигары. Синие дымки наверху в стеклянном колпаке подхватывало и уносило ветром. Зыбкие отблески солнца сквозь иллюминаторы играли на красном дереве. Откачки мягко вдавались пружины с афьяновых кресел. Следя за пузырьками, поднимающимися со дна бокалов, пять человек, все уже не молодые, кроме одного инженера Корвина, все одетые в белую фланель, сосредоточенные, с сильными скулами и упрямыми затылками, слушали то, что вот уже более часа говорил им Игнатий Руф. Никто за это время не прикоснулся к вину. Игнатий Руф говорил, глядя на свои огромные руки, лежавшие на столе, на их блестящие плоские ногти. Розовое лицо его с огромной нижней частью выразительно двигалось. Грудь была раскрыта по морскому обычаю. Короткие седые волосы двигались на черепе вместе с глубоко вдавленными большими ушами. В семь дней мы овладеем железными дорогами, водным транспортом, рудниками и приисками, заводами и фабриками старого и нового света. Мы возьмем в руки оба рычага мира, нефть и химическую промышленность. Мы взорвем биржу и подгребем под себя торговый капитал. Так говорил Игнатий Руф, негромко, но с уверенностью выдавливая сквозь зубы короткие слова. Развивая план действия, он несколько раз возвращался к этой головокружительной картине будущего. Закон истории – это закон войны. Тот, кто не наступает, нанося смертельные удары, тот погибает. Тот, кто ждет, когда на него нападут, погибает. Тот, кто не опережает противника в обширности военного замысла, погибает. Я хочу вас убедить в том, что мой план разумен и неизбежен. Пять человек из сидящих здесь, исключая Корвина, богаты и мужественны. Но вот на завтра эскадра германских воздушных крейсеров бросит на Париж тысячу ипритовых бомб. И через сутки весь земной шар окутается смертоносными облаками. Тогда я не поставлю ни одного цента за прочность стальных касс. Ни моей, ни ваших. Теперь даже детям известно, что вслед за войной тащится революция. При этом слове четверо из сидящих за столом вынули сигары и усмехнулись. Инженер Корвин, не отрываясь, глядел матовыми невидящими глазами в длинное, как в изогнутом зеркале, лицо Игнатия Руфа. Несмотря на эту опасность, немало находится джентльменов, которые считают войну основным потребителем промышленного рынка. Эти джентльмены шакалы. Они трусливы. Но есть другие джентльмены. Они видят в войне неизбежного разрядителя промышленного кризиса. В своем роде пульсирующее сердце мира, которое периодическими толчками гонит фабрикаты по артериям рынков. Эти джентльмены очень опасны, так как они консервативны, упрямы и политически могущественны. Покуда они стоят непосредственно или через рабочее правительство на руле государственного корабля, мы ни одной ночи не можем спать спокойно. Мы всегда на волосок от промышленного кризиса, от войны и революции. Итак, мы должны вырвать инициативу из рук консервативно мыслящей промышленной буржуазии. Эти джентльмены, рассуждающие как лавочники эпохи франко-прусской войны, эти допотопные буржуа, эти собственные гробокопатели должны быть уничтожены. Мы должны овладеть мировым промышленным капиталом. Покуда коммунисты только еще мобилизуют силы, мы неожиданным ударом бросимся на буржуазию и овладеем твердынями промышленности и политической власти. А тогда мы легко свернем шею и революции. Если мы так не поступим в спешном, в молниеносном порядке, лавочники не позже апреля будущего года заварят химическую войну. Вот копия секретного циркуляра, написанного в Вашингтоне о скупке за океаном всех запасов Индиго. Как вам известно, из Индиго приготовляется горчичный газ. Инженер Корвин вынул из портфеля бумагу. Игнати Руф положил ее на стол, прикрыл ладонью. В колбу его надулась поперечная жила. Углы рта опущены, розовое лицо приняло выражение решительности и свирепости. Идея нашего наступления такова. Мы должны поразить мир невиданным и нестерпимым ужасом. Четверо сидящих за столом опять вынули сигары, но на этот раз не усмехнулись. Глаза инженера Корвина медленно мигнули. Игнати Руф сильно потянул воздух ноздрями. Мы должны произвести столбняк, временный паралич человечества. Острие ужаса мы направим на биржу. В несколько дней мы обесценим все ценности. Мы скупим их за гроши. Когда через семь дней наши враги опомнятся, будет уже поздно. И тогда мы выпустим манифест о вечном мире и о конце революции на Земле. Игнати Руф взял бокал шампанского и сейчас же поставил обратно. Рука его несколько дрожала. Каким же способом мы достигнем нужного эффекта мирового ужаса? Сэр! Он грузно повернулся к инженеру Корвину. Покажите ваши чертежи. Покуда в рубке происходил этот странный разговор, солнце опустилось за помрачневший край океана. Рулевой, следуя данному еще на берегу приказанию, повернул к югу. Фламинго, выбрав гроты и штурмовые кливера, весело летела под сильным креном, то зарываясь до палубы между черными волнами, то сильно и упруго взлетая и встряхиваясь на их гребнях. Доброе было судно. Пена в свету иллюминаторов кипела, стремительно уносясь вдоль бортов его. За кормой оставалась волнующаяся голубоватая дорога морского свечения. В темноте вспыхивали гребни волн этим холодноватым светом. Рулевой швед навалился грудью на медный штурвал. Ветром выдуло искры у него из трубки. Ветер крепчал. Пришлось взять рифы и убрать Марселя. Матросы побежали по вантам и, скручивая паруса, раскачивались на мачтах, как грачи в непогоду. За океаном поднималась луна. Медным огромным шаром выплывала из тусклого сияния. Свет ее посеребрил паруса. Тогда на палубу вышли Игнатий Руф и пятеро его гостей. Они остановились у правого борта, подняли бинокли и глядели все шестеро на лунный шар, висящий над измятой пустыней океан. Рулевой, с изумлением следивший за этим праздным занятием, которому предались столь почтенные и деловые джентльмены, услышал резкий голос Игнатия Руфа. Я отлично различаю это в бинокль. Ошибки быть не может. В третьем часу ночи был разбужен кок. В рубку потребовали холодной еды и горячего грога. Гости все еще продолжали разговаривать. Затем перед рассветом шесть человек опять смотрели на лунный шар, плывший уже высоко между бледных звезд. На следующий день Игнатий Руф и четверо его гостей отдыхали в парусиновых шезлонгах на палубе. Инженер Корвин ходил от носа до кормы и хрустел пальцами. День прошел в молчании. Наутро из-за края океана из солнечной чешуи поднялся островок. Игнатий Руф и гости молча глядели на его скалистые очертания. Корвин стоял в стороне, скромный, молчаливый и бледный. Фламинго вошла в серпообразную бухту, бросила якорь и спустила гостей в шлюпку, полетевшую по зеленоватой, прозрачной, как воздух, воде лагуны. Ленивая волна выбросила ее на песчаный берег. Здесь, между осколков базальта, покачивались тонкие стволы кокосовых пальм. За ними весь склон был покрыт вековым буковым лесом. Дальше возвышалась отвесная гряда скал. Игнатий Руф указал на них рукой. И он, и гости пошли по недавно пороложенной просеке вглубь острова. «Я заарендовал остров на 25 лет с правом экстерриториальности», — сказал Игнатий Руф. «Здесь достаточное количество пресной воды и строительного материала. Мастерские мы построим в горах. Эти горы образуют правильное кольцо, окружая остатки потухшего вулкана. Его кратер полтора километра в диаметре. Превосходное место для сборки аппаратов. Придется лишь очистить от камней дно. Лучшие площадки нельзя придумать. Части аппаратов заказаны на заводах Америки и Старого Света. Пароходы заарендованы, и части уже грузятся. Если сегодня мы подпишем договор, с будущей недели работа пойдет полным ходом». Просека подвела к плоскому озеру пресной воды. На берегу стояли дощатые новенькие бараки. По одной двери сидел на корточках китаец-рабочий и курил длинную трубку. Другой мыл белье в узи. Вдалеке слышался стука деревьям многих топоров. Между скал карабкалась вереница осликов, навьюченных мешками с цементом. Инженер Корвин объяснил, что сейчас идет прокладка дорог и установка фундаментов для мастерских. Он указал тростью носить лавины в горах, где можно было различить ползающие человеческие фигурки. Гости четверо крупнейших промышленников, друзья Игнатия Руфа, со сдержанным волнением слушали объяснения инженера. Подбородки их каменели. Вчерашний фантастический план, предложенный Игнатием Руфом, сегодня казался твердым предприятием, рискованным, но дьявольски дерзким. Вид работ в горах, самый массив гор, принадлежащих Игнатию Руфу, его уверенность, точные объяснения инженера, реальность всего этого острова, залитого пылающим солнцем, шумящего волнами прибоя и вершинами пальм, даже китаец, мирно полощущий белье, все это казалось убедительным. И кроме того, было ясно, что Игнатий Руф не отступится от дела и пойдет на него даже один. Промышленники вошли в пустой барак и долго совещались. Игнатий Руф в это время сидел на пне и бросал в озеро камешки. Когда компаньоны вернулись к нему из барака, вытирая платками черепа и затылки, он дико взглянул в их багровые лица. Огромная челюсть его отвалилась. «Мы идем с вами до конца», — сказали они. «Мы решили подписать». Второе. «Музыка» Все эти газетные заметки вертелись вокруг любопытнейшей тайны трех длинных ящиков, погруженных на фламинго. Тайна трех ящиков. Таинственные ящики Игнатия Руфа. В ближайшую пятницу наша газета ответит на волнующий весь мир вопрос. Что было в ящиках на фламинго? Собачьи носы журналистов попали на верный след. Содержимое ящиков представлялось ключом к разгадке грандиозных и непонятных работ, начатых на острове Руфа. Матрос из команды фламинго рассказал репортерам, что в день прибытия яхты на остров, ящики были выгружены и на ослах увезены в горы, куда направились также Игнатий Руф и его гости. Но вот что было странно. В горах джентльмены оставались всю ночь, днем вернулись на яхту, выспались, а на вторую ночь и на третью снова уезжали на ослах в сторону потухшего кратера. Захудалая газетка, которой нечего было терять, выпустила экстренный номер. Тайна раскрыта! В ящиках Руфа были упакованы три чудовищно обезображенные трупа танцовщиц из Нью-Йоркского Мюзик Холл Хаус. Ураган статей и телеграм-заметок пронесся по американской прессе. В редакциях фотографировали местных дактилографисток и печатали их портреты под видом жертв таинственного преступления. Другая ничего не теряющая газетка решительно выступила против версии о танцовщицах. Она опубликовала снимок с трупов трех агентов Коминтерна, замученных и убитых членами Куклукс-клана. Три еврея, потерпевших аварию на Житейском океане, дали себе снять диафицей в ящиках из-под канадских яиц. Киносиндикат спешно подремонтировал старую итальянскую ленту из быта Кравовой Каморы. Чарли Чаплин, уступая давлению злободневности, выступил в сильно комической картине «Чарли боится длинных ящиков». В конце недели о ящиках Руфа произошли грандиозные митинги. В Филадельфии линчевали двух негров. Но Игнатий Руф вернулся на материк и не был арестован. Во всех газетах появились его портреты и краткая биография. Вздор от Руфа был решительно опровергнут. В ящиках находились всего-навсего астрономические инструменты. Игнатий Руф, сообщалось, увлечен за последнее время астрономией и строит на острове небесную лабораторию. Так чья-то опытная рука привела в порядок газетную суматоху и направила ее по определенному руслу. Возбуждению в стране не давали улечься. Имя Игнатия Руфа снова начала подергиваться тайной. Писали о 120-дюймовом гигантском рефракторе, установленном в горах на острове Руфа. Сообщалось о необычайной силе и чувствительности астрономических приборов. Все это интересовало только обывателей. Биржа и финансовые круги оставались спокойными. При всей осторожности нельзя было отыскать ни малейшей связи между астрономией и экономикой. Хотя люди, близко знавшие Руфа, недоумевали. Каким это чудом человек, интересовавшийся только нефтью и химической промышленностью, начал вдруг шарить глазами по небу, где уже, наверное, не найдешь ни одного цента. Так прошло около полугода. Игнатий Руф, наконец, нанес подготовленному общественному мнению первый удар. Третье От скал, острых как хребет дракона, легли угольно-густые тени. Они тянулись вниз до середины кратера. Кое-где между расселинами поблескивали лунным светом стекла в бараках. Вырисовывались ажурные очертания железных мачт канатной дороги, сухо трещали цикады. Бесшумно летала сова, обитательницы горных щелей. Сюда едва доходил сонный шум океана. На краю ровной площадки стоял инженер Корвин и глядел вниз, откуда слышалось тяжелое дыхание и хруст камешков. Это шел Игнатий Руф. Череп его был покрыт фуляром, жилет расстегнут. Он забрался на площадку, отдышался и поднял голову к лунному диску. Яркая луна, казалось, притягивала и воды океана, прорезанного сверкающей дорогой и невероятные замыслы Руфа. В порядке, спросил он и повернулся к приземистому каменному зданию. По шершавым стенам его скользили тени ящериц. Сквозь полукруглый купол высовывалась в небо огромная металлическая труба. Инженер ответил, что все в порядке. Новый рефрактор установлен и движимый часовым механизмом ползет вслед за луной. Увеличение чудовищное, различимы площади до квадратного километра. Я хочу это видеть, сказал Руф. Они вошли в темную обсерваторию. Руф сел на лесенку перед массивным окуляром. Корвин остановился у второго инструмента, привезенного некогда на фламинго. В тишине тикал часовой механизм. Корвин сказал, объектив наведен на море дождей. Сядьте удобнее, без напряжения, снимите колпачок со стекла. Игнатий Руф приблизил глаз к медной трубке окуляра и сейчас же отдернул голову. Ослепительный серебряный свет ударил ему в зрачки. Руф издал одобрительное мычание и опять потянулся к стеклу. Застилая все поле зрения, лунная поверхность казалась такой близкой, что хотелось коснуться ее. Это была северная часть лунного шара. Застывшая, пустынная равнина моря дождей. С северо-западной стороны Радужного залива входили в нее последние отроги лунных Альп. Далеко на юге лежали гигантские таинственного происхождения цирки Архимеда и Тима Харриса. Вы видите, направо от кратера борозда с юга на север. Это так называемая поперечная Альпийская долина. Ширина ее около 4 километров и длина 150 километров, сказал Корвин. Эта трещина произошла от удара большого мирового тела о лунную поверхность. Да, я вижу эту трещину, проговорил Игнати Руф. Теперь смотрите южнее. В области цирка Коперника находится система трещин. Они мелкие и извилистые, в происхождении их иное. Вторая система трещин, Треснекера. На запад, от океана Бурь. Третья в области цирка Тихо. Всего обычно насчитывают 348 трещин. Но в наш рефрактор за одну вчерашнюю ночь я насчитал их более 3000. Вы уверены, что эти трещины не имеют отношения к горным образованиям? Да, несомненно, они позднейшего происхождения. Кроме того, они увеличиваются в длине. Число их умножилось за полустолетия. В течение 14 лунных дней, видимая нам поверхность Луны накаливается Солнцем. Так как теперь там нет атмосферы, то жар достигает огромных температур. Затем Солнце закатывается, и лунная полушария погружается в 14-дневную ночь. В эфирный холод, наступающий мгновенно после заката. Возьмите каменный шар, накалите его до бела и бросьте в ледяную воду. Он треснет на мелкие куски! Черт его возьми! Воскликнул Руф и долго еще затем дышал. У него билось сердце. Так же точно трескается лунный шар. В имеющиеся трещины попадает либо влага, еще оставшаяся на Луне, либо углекислота. Затем застывая, они значительно углубляют трещины. Они раздирают ее до самого центра. Да, Луна состоит из легких сравнительно материалов, не обладающих большой вязкостью. Рано или поздно планета должна распасться. Если в ней еще имеется раскаленное ядро, тем лучше. В случае слишком быстрого проникновения холода сквозь расширенные трещины, оно взорвется как бомба. Да это бог, да это бог, прошептал Агнатий Руф. Он с жадностью осматривал изрытые впадинами и будто следами от лопнувших пузырей унылое пространство лунных равнин. Этот труп далекого мира будет брошен в свалку страстей, воли и чистолюбий. Сыграет решающую роль в задуманной игре. С перегоревшим вздохом Руф оторвался от окуляра. Я нахожу необходимым привезти сюда журналистов и показать им трещины. Но нужно быть уверенным, что эта сволочь увидит только то, что им нужно увидеть. И не сунет носа в наши работы. Мы проведем их в обсерваторию ночью, ответил Корвин. Собранные аппараты и все, что должно быть скрыто, мы поместим в лунную тень. Она ложится до половины кратера. Руф и Корвин снова вышли на площадку. Действительно, в этот час скалистые горы казались пустынными. Глубоко под ногами виднелся лишь хаос камней. Густая тень покрывала толевые крыши мастерских на дне кратера, склады материалов и собранные аппараты. Работы производились в величайшей тайне. Никто из работающих на острове не имел права отлучиться. Письма просматривались, пароходы выгружались на открытом рейде, откуда материалы подавались по канатной дороге в горы. С борта ни один человек не спускался на берег. «Очень хорошо», — сказал Игнати Руф, раскуривая сигару. «На рассвете я отплываю на континент. Я сам привезу журналистов. Приготовьте нужные материалы для статей и ведите работы полным ходом. Помните, если мы ошибемся в вычислениях, полный разгром и гибель. На карту поставлены миллиарды долларов. Если провал, то...» Огонек сигары в его руке описал сложную восьмерку. Четвёртое. «Страшное открытие в обсерватории Игнатия Руфа» — таков был заголовок статьи, которая 14 мая появилась во всех североамериканских газетах и в тот же день была передана по радио в Европу. Обстоятельно и научно в этой статье рассказывалось о роковом приближении конца земного спутника. Процесс его растрескивания идёт с ужасающей быстротой. За короткое время наблюдения в рефрактор Руфа на поверхности Луны появилось несколько тысяч новых трещин. Распадение лунного шара возможно ожидать каждую минуту. «Мы не поручимся», — говорилось, «что завтра в ночь наши юные мечтательницы увидят вместо древней покровительницы влюблённых раскиданные по ночному небу осколки. Но мы будем всё же надеяться, что Бог по своему милосердию не допустит гибели нашего прекрасного мира. Гибели! Так как почти вероятно, что осколки будут притянуты землёй. Согласно нашему взгляду на образование мира, — говорилось далее, в своё время вблизи земной орбиты должны были обращаться, кроме Луны, и другие массы довольно больших размеров. Часть их была притянута Луной и упала на её поверхность. Следы этих ужасных столкновений мы видим в виде лунных цирков. Другая часть столкнулась с Землёй. Последнее такое столкновение произошло в сравнительно недавние времена. Изменение климата в геологические эпохи, особенности существования тропической растительности в тех местах, где ныне область полярной ночи указывают с несомненностью на то, что существовал второй спутник, упавший на Землю в конце палеозойской эры и отклонивший земную ось. Наблюдаемые колебания полюсов — ничто иное, как последние следы, оставшиеся от такого удара в форме постепенно замедляющихся движений земной оси по поверхности конуса. Ныне, быть может, нам придётся быть свидетелями окончательного осиротения земного шара среди небесных пространств. Статья произвела ожидаемые впечатления. Сердце человечества сделало перебой в этот день. Телеграф перепутал адресатов и содержание депеш, отчего случилось множество житейских неприятностей. Телефон превратился в сумасшедшую кашу номеров, и много телефонных барышей нервно заболело от бешеной ругани абонентов. Трамваи пошли не по тем линиям, было множество задавленных всеми системами экипажей. Магазины закрылись, так как никто ничего не покупал в этот день, кроме общедоступных книг по астрономии. Правительственные аппараты застопорились. Из многих тюрем бежали арестанты. Поезда уходили пустыми, и, к счастью, за этот памятный день 20% паровозов и поездного состава наехало друг на друга, свалилось под откосы. И, наконец, из страны проклятых большевиков раздалось по радио уже окончательно не к селу, не к городу злорадное. Ага, дождались. Одним словом, в день 14 мая на всем земном шаре произошел неописуемый переполох. С ужасом в выступлении ждали ночи. Головы всех были задраны к звездному небу. Когда над крышами, над железными мостами, над шпилями колоколин, над гигантскими кранами заводов поднялась мирным и стареньким диском, обыкновенная луна пронесся вздохооблегчения и разочарования. Стало даже помещански скучно. Так несколько дней ждали гибели мира, держали пари. Луна продолжала тихонько плыть по небу. Настроение улучшалось. На улицах стали продавать карманные телескопы и закопченные стекла. Огромным успехом пользовались булавки и броши с изображением луны, подмигивающей глазом. Газеты пестрели адресами хиромантов, точно предсказывающих день, которого нужно бояться. Мисс Сисиль Эспер, единственная дочь Анилинового короля, появилась на банкете яхт-клуба в лунного цвета платья, в бесцветном ожерелье и в диадеме из лунных камней. Дамы Ахм. Владельцы домов готового платья Ахм. Великие портные и модные ювелиры Ахм. Лунный шелк и лунный камень, объявлены боемодой. Писались стихи о Луне. Выгонялись химическими составами голубые цветы. В шикарных ресторанах появилось даже лунное мороженое, чрезвычайно обременяющее желудок. Имя Игнатия Руфа облетела все земные широты. Но биржа, мудрая и осторожная... Стеклянные равнины лежал бесцветный океан под косматым пылающим солнцем. От гор струилась марева, поникла листва на деревьях. Высокие метелки пальм, казалось, предали себя зною, распустились в синегорячем небе. Трехмачтовый фламинго, как призрак, висел над прозрачной лагуной. Нестерпимо блестели стальные канаты, по которым в воздухе по направлению зубчатых скал ползли вагонетки. Остров казался пустынным, но по ту сторону гор, в кратере, шла напряженная работа. Туда, по белому шоссе, вспугивая ящериц и змей, поднимался автомобиль. Правил Руф. Оборачиваясь к четырем своим компаньонам, задыхавшимся от жары, он говорил «Мы работаем теперь в четыре смены, и то рабочие едва выдерживают. Вчера упало 15 человек от солнечного удара. Кратер накаляется, как печь. Китайцы целыми толпами требуют расчета. Пришлось на перевалах поставить пулеметы. Еще хуже с американскими мастерами, они грозят судом. «Черт возьми, на острове нет ни женщин, ни развлечений. Я приказал выстроить кабак около ручья еще хуже. За неделю выпито 100 ящиков виски и ликеров. Инженер Корвин ходит на работы с заряженным револьвером. Завтра прибывает, наконец, пароход с проститутками. Я очень надеюсь, что это оздоровит остров». Компаньоны посапывали, вытираясь платками. Эти две недели после опубликования знаменитой статьи вселили в них величайшую надежду и величайшую тревогу. Общественное мнение реагировало сильнее, чем ожидали. Биржа никак не ответила на удар. Работы продвигались успешно, и пробные опыты удались. Но все это стоило огромных денег. И кроме того, Руф пренебрегал, видимо, уголовным законодательством. На перевале открылся вид работ на дне кратера. Дымила труба электрической станции. Снопы света шли от стеклянных щитов солнцеприемников. Желтые и розовые клубы дыма резкими облаками возносились из-за черепичных крыш химической лаборатории. По узкоколейным путям двигались вагонетки с материалами и подъемные краны, похожие на виселицы. Под косыми навесами трещали пневматические пробойники, и воздух сокрушали металлические удары молотов. Среди свалок, бунтов железа и гор из бочек и мешков бродили голые люди в конусообразных шляпах. В стороне, там, куда по ночам падала лунная тень, лежали рядами десятиметровые длинные металлические яйца с многогранным острым бивнем на одном конце и широким раструбом на другом. «Шестьдесят аппаратов уже готово», — сказал Игнатирув, указывая кивком головы на яйца. «Их остается только зарядить». «Мы должны довести число их до двухсот, хотя по расчетам хватило бы и половины». Он пустил автомобиль по извилистой дороге вниз и через несколько минут остановился у приземистого здания из неотесанных камней. На плоской крыше его стояло два пулемета. Инженер Корвин подошел к автомобилю и, как всегда, без улыбки, молча приподнял тропический шлем. «Джентльмены пожелали ознакомиться с готовыми аппаратами», — сказал Руф. «Джентльмены хотят задать вам несколько технических вопросов». Все вышли из машины и вслед за Корвином направились к аппаратам. Перебежавший дорогу голый китаец обернулся и оскалил желтые зубы. Трое белых рабочих неподалеку начали было рычать, поводя плечами, но Корвин взглянул на них темным взором, и они ворча отошли. Аппараты лежали каждый в конце подъездного рейсового пути, который вел в центр кратера к бетонной площадке с установленным на ней металлическим наклонным диском. Инженер Корвин, чертя тростью на песке, постукивая ею по заклепкам стальных яиц, говорил. Впервые подобный снаряд, приспособленный для двоих пассажиров, был построен в Петрограде в 1921 году инженером Лосин. Он покрыл на нем 50 миллионов километров между планетного пространства и возвратился на Землю. К сожалению, чертежи его пропали. Второй аппарат, начиненный сильно дымящим веществом, был отправлен три года тому назад из Южной Америки на Луну и достиг ее поверхности. Принцип весьма прост. Это ракета. Внутри яйца камера с запасом ультралиддита. Здесь, Корвин указал на цилиндрический хвост яйца, ряд отверстий, куда отстремляются газы, взрывающиеся постепенно частями ультралиддита. В верхней части, там где инженер Лось устраивал жилую камеру, мы помещаем 5 тонн нитронафталина. Ужасающая взрывчатая сила этого вещества вам известна. Затем он ударил тростью о литые грани пирамидального бивня на другом конце яйца. Это бронебойная головка. Она из сибирской молибденовой стали. Если предположить, что снаряд подойдет к поверхности Луны со скоростью 50 км в секунду, то при ударе он должен проникнуть в лунную почву на чрезвычайную глубину. Промышленники, плотно упираясь ногами в землю, слушали. Один из них низенький, тучный, с крючковатым носом, сказал. Все-таки, как же, черт его возьми, оно полетит. Так же, как ракета, толкающим действием газов, образующихся при длительном взрыве, ответил Корвин. При поднятии ракеты воздух не участвует в действии, он лишь тормозит скорость. В безвоздушном пространстве ракета летит по закону свободно движущихся тел с постоянным ускорением. Теоретически, ее скорость должна достичь предела, то есть скорости света. Но при больших скоростях вокруг тела развиваются магнитные поля, которые могут даже остановить тело в пространстве. Этих магнитных влияния особенно боялся инженер Лось, хотя ему удалось достичь скоростью в тысячи километров в секунду. Тогда второй из промышленников, Метис, мрачный и свирепый, сказал. Двести снарядов. Но этого мало, чтобы взорвать проклятую Луну. Мы ее только исковыряем. Снаряды попадут математически все в одну точку, ответил Корвин. Каждый, войдя в сферу притяжения Луны, получит направление к ее центру, даже если бы мы отправили их с различных точек земной поверхности. По моим расчетам, снаряды упадут в области кианобурь. Один за другим, через промежутки в 7-10 минут, они будут вонзаться вглубь лунного шара. Мы будем долбить его как бы чудовищным долотом. И с каждым снарядом взрыв 5 тонн нитронафтаина. Я бы не хотел в это время там курить мою трубку. Эта тонкая шутка была принята с нисходительными улыбками. Третий из промышленников сказал, впившись ногтями в подбородок. Очень хорошо. Но мы знаем по опыту Европейской войны, что ядра даже самых больших пушек делали ничтожные воронки. А ведь нам нужно разломать шар величиной всего лишь в 30,5 раз меньше земного. Живая сила ядра большого морского орудия равна приблизительно 10 миллионам килограммов, ответил Корвин. Если принять вес нашего яйца за 10 тонн и скорость в 50 километров в секунду, то живая сила, то есть давление при ударе нашего яйца о поверхность Луны, выразится в 75 триллионов килограммов. Я боюсь одного, что снаряды станут пронизывать Луну, как лист картона. Промышленники плотно поджали губы. Четвертый, маленький, в очках, похожий на старого сверчка, пристально стал смотреть на Корвена седыми глазами. Я хотел задать существенный вопрос, сэр. Проскрепел он высоким голосом. Мы собираемся устроить неделю ужаса, иными словами одурачить умнейших и хитрейших людей во всем мире, сэр. Но среди нас возникло сомнение. А что, если мы ошибаемся? А что, если эта шутка с Луной превратится в серьезную опасность? Мы заработаем, но Луна шлепнется на землю, сэр. Вы уверены, что она не шлепнется, сэр? Инженер Корвин молчал. Под сухой смуглой кожей его на скулах двигались желваки. Очень хорошо, сказал он коротко. На это я вам отвечу через час. Шестое. В рубке фламинго в конце обеда, когда подали кофе и ликеры, инженер Корвин отодвинул несколько свой стул, положил на острое колено листок бумаги, исписанный математическими формулами, и начал говорить. Луна, так же как Земля, так же как все планеты нашей системы, как пояс астероидов, кометы и потоки падающих звезд, образовалась из гигантского кольца, некогда вращавшегося вокруг Солнца. Части кольца распались, уплотнились, образовали пылающие миры, небольшие Солнца. Вокруг каждого из этих миров, в свою очередь, стало вращаться кольцо раскаленной, но холодеющей материи. Подобно кольцу Сатурна, последнего остатка этого почти закончившегося процесса. Маленькое светило, Земля, так же было охвачено системой колец, вращающихся с различной скоростью. По мере охлаждения кольца разрывались, части их уплотнялись, образуя малые планеты или небесные тела. Самым крупным из таких тел была Луна. Она притягивала близко проносящиеся массы, они падали и поддерживали ее в раскаленно-жидком состоянии. То же происходило и с Землей. Она втягивала в сферу своего притяжения остатки разорванного кольца, и, может быть, не раз уже потухнув под действием этих чудовищных ударов, снова и снова вспыхивала звездой. Понемногу процесс собирания материи окончился. Близь Земли оставались еще два свободные мира. Луна и второй, упавший во времена палеозойской эры, спутник. Земля овладевала их движениями силой тяготения. Оба тела постепенно падали по спиральной кривой на Землю. Луна, еще жидкая, вращалась вокруг своей оси, но при каждом обороте под действием земного притяжения по ней пробегала огромная волна прилива, судорого умирающего, попадающего в плен мира. Вращение Луны тормозилось этими приливами, замедлялось. Луна принимала форму яйца, обращенного толстым концом к Земле. Наконец, ее вращение вокруг оси прекратилось, и она застыла и стала спутником Земли, подойдя к ней на расстояние 384 тысяч километров, так как скорость Луны равна 1 километру в секунду, я беру цифры приблизительно, то по закону Ньютона, х равно v квадрат разделить на 2r. Х, то есть величина, на которую каждую секунду Луна приближается к Земле, падает на Землю, равна 1,3 миллиметра, но напряжение силы тяжести на расстоянии Луны также равно 1,3 миллиметра. Таким образом, согласно закону мирового тяготения, Луна кажется вполне уравновешенным телом. И это было бы, если бы Земля и Луна представляли математические тела в идеальном пространстве. Но закон Ньютона требует поправок. В формуле х равно v квадрат разделить на 2r отброшен квадрат одной малой величины, который является роковым для судьбы Земли. Принимая эту поправку, принимая затем влияние лунного притяжения на воды земных океанов, приливы и вызываемое ими замедление движения самой Земли, Чарльз Дарвин показал, что Луна приближается к Земле, стремясь войти с ней в твердую связь. То есть, согласно третьему закону Кеплера, приблизиться настолько, чтобы время ее обращения вокруг Земли было равно земному дню. Только тогда, как бы скрепленные невидимыми связями, оба тела установят между собою полное равновесие. Но и этот закон чисто математический. Влияние тяготения кометы Биеллы, увеличение плотности земного ядра, возмущение магнитных полей под влиянием солнечных пятен. Затем вторая поправка закона Ньютона приводит нас к выводу, что оба тела должны окончательно сблизиться. Инженер Корвин оглядел собеседников, затаивших дыхание. Его щеки порозовели, на всегда жестких губах неожиданно легла усмешка. Пятьдесят тысяч лет в худшем случае отделяют нас от последнего часа Земли. Игнать и Руф и четверо его компаньонов свободно выдохнули в воздух, вытерили черепа, налили золотые, зеленые, розовые ликеры-плюмочки. Падение лунного шара на Землю вызовет выделение такого громадного количества тепла, что обе планеты вспыхнут, расплавятся и сольются в новое тело. И, быть может, вторичная жизнь, которая возникнет на новой Земле, увеличенной в размерах и обогащенной пожаром, будет лучше нашей. В это я также верю. Вот вам все данные. Что же касается нашего предприятия, то мы действительно несколько приблизим срок падения осколков Луны на Землю. То есть мы это и желаем от вас услышать. На какой приблизительно срок? Я подсчитал тысяч на десять лет. Во всяком случае, сорок тысяч лет в нашем распоряжении! Громогласно крикнул Игнатий Руф и в первый раз за все течение этого рассказа рассмеялся, откидывая преувеличенно большую челюсть. Седьмое. Руф и его компаньоны остались удовлетворенными объяснениями инженера. В тот же день, 26 мая, были пересмотрены и утверждены списки фабрик, транспортных компаний, нефтяных приисков и химических заводов, которыми решено было овладеть в неделю ужаса. Во все страны света были посланы агенты вести переговоры с намеченными в списке предприятий. Переговоры были маской. Союз Пяти, подготовляя ограбление целого мира, осторожно и тщательно исследовал состояние биржи и рынка, открывал анкольные счета, сажал на места своих маклеров, перекупал газеты и основывал новые. Раздавал чудовищные авансы ученым-популяризаторам и писателям, обладающим хотя бы каплей фантазии. На книжный рынок полились потоки астрономических рассказов, утопий, мрачной мистики, апокалиптических поэм. В Швейцарии возродилась теософская община. Члены ее разъезжали по городам, говорили о наступающем дне Страшного Суда и учреждали ложи борьбы с Антихристом. В конце июля вышла небольшая заминка. По обыкновению в это время года с Балкан потянуло трупным запахом. Пошли тревожные слухи. Истерическая стрелка биржевого барометра двинулась к буре. Тогда Игнатий Руф бросился в Европу, как кабан в тростники. Он устроил заим Италии, свалил в Югославии министерство. С чудовищной ловкостью, нажимая тайные пружины, созвал конференцию Малой Антанты. Надавал приятных обещаний Германскому Союзу, опубликовал поддельный документ Московского Реввоенсовета, чем вызвал в Польше бешеный взрыв ненависти и отвлек ее внимание отдел на Балканах. В какие-нибудь пять недель он предотвратил очередную опасность войны и вернулся на воздушном корабле в Нью-Йорк. Тогда появилась во всех газетах вторая статья за подписью астронома Лигской обсерватории. Возвращение кометы Биелла Как известно, ежегодно 30 ноября Земля проходит через орбиту кометы Биелла. Об этом свидетельствуют потоки падающих звезд, малых небесных тел, разбросанных по всему пути кометы. Каждые 23 года Биелла проходит близко от Земли, почти в точке пересечения орбиты. Тогда звездные потоки, выходя из созвездия Льва, огненной метлой, раскидываются по всему небу и представляют восхитительное зрелище. Известен в истории случай, когда в 1783 году, вследствие неточности вычисления, ожидали столкновения Земли с Биеллой. Людей охватил ужас. В Париже были случаи смерти от страха. Недостойные представители духовенства, предлагая за хорошие деньги полное отпущение грехов, недурно обделывали свои дела. Великий геометр Лаплас писал в то время, действия подобного столкновения нетрудно себе представить. Положение оси и характер вращения Земли должны изгниться. Море покинуло бы свое теперешнее Лона и устремилось бы к новому экватору. Люди и животные погибли бы в этом всемирном потопе. Все народы были бы уничтожены. Все памятники человеческого ума разрушены. Но столкновения не произошло и не могло произойти, так как Земля опаздывает на несколько часов в точку пересечения орбиты, настигая только хвост кометы в виде потоков падающих звезд. Столкновение, однако же, возможно, но лишь тогда, когда прохождение кометы через Перегей, то есть ближайшую к Солнцу точку ее орбиты, придется на 28 ноября. Подобный случай бывает только раз в 2500 лет. Нынешний 1933 год как раз является этим годом. Опасаться, как это было раньше, нам нет основания. Масса головы кометы слишком ничтожна и разрежена, чтобы наделать нам бег. Воздушная оболочка Земли слишком надежная броня. Быть может, пронесутся магнитные бури, и мы будем свидетелями великолепнейшего из мировых фейервертов. По-другому, ожидаемое столкновение может отозваться на нашем спутнике. Луна не защищена атмосферой. Шар ее прорезан трещиной. Бомбардировка Луны метеорами Биелы начнется 29 ноября. На этот раз мы с уверенностью не поручимся за благополучную судьбу нашего спутника. Статья произвела нужное впечатление. В Вашингтоне был сделан парламентский запрос о безответственной лунной литературе. Игнать Иров понял, что пиржа на этот раз клюнула. Субтитры создавал DimaTorzok Утром 28 ноября Игнать Ируф прибыл на 150-тонной моторной полуподводной лодке в бухту острова и, не сходя на берег, передал инженеру Корвину приказ от Союза Пяти начать сегодня же в ночь бомбардировку лунного шара. Затем лодка встала на внешнем рейде и опустилась так, что над волнами виднелась только овальная коробка капитанского мостика с задраенными люками. Дул сильный ветер порывами. Низко летели тучи над мрачным морем. Кипели буруны, и океанские волны разбивались о скалы острова. Дождь не переставая лил. Вдали и горах пенились водопады. Игнатий Руф стоял один в рубке, поглядывая сквозь заливаемый зелеными волнами иллюминатор на мотающиеся общипанные пальмы, на тускнеющие облака, которые рвались и крутились среди скал над кратером. Наступал вечер. Снизу из лодки, погруженные в воду, доносились голоса механиков, не подозревающих дурного. Руф близко к глазам поднес хронометр. Сейчас же вытер рукавом потеющее стекло иллюминатора. Теперь он слушал, как медленно бьется сердце. 30 секунд оставалось до назначенного срока. От качкили, от масляно-жаркого воздуха закупоренной лодки, от переутомления последних дней, в 30 этих последних секунд Игнатий Руф почувствовал такой внезапный разлад с самим собой, что это почти превысило его душевные силы. Горло было схвачено железной спазмой, тучное тело ослабло. Он привалился к железной обшивке. В 30 секунд, он это понял, он не успеет спуститься в каюту и по радио приказать инженеру Корвину оставить безумное, непомерное, чудовищное предприятие. И вот, наискосок, из-за скал, он увидел это только на мгновение сквозь иллюминатор, скользнула в рваные облака овальная тень. Красноватый след от нее погас в небе. Игнатий Руф налег всею тяжестью на бронзовый анкер люка, отвинтил, откинул его и до пояса высунулся из лодки. В лицо хлестнула волна. Ветер, танцуя по пенным гребням, засвистел у него между крахмальным воротником и ушами. В сумерках слышался только тяжелый грохот прибоя. Затем ахнуло, раскатилось где-то в горах и заторактакало. Чаще проворнее. Громовые удары слились в рев чудовищной сирены и шипя из зазубчатых скал метнулся в небо второй снаг. Игнатий Руф потряс над седой головой кулаками и вне себя закричал Гиб! Гиб! Ура! Но голос его потерялся среди шума волн и ветра, как писк. Комара. Девятое. Тем временем, на дне кратера, где раскачивались на столбах электрические фонари и тени от клубов желтого дыма и от двигающихся кранов мотались по скалам, инженер Корвин распоряжался отправкой между планетных снарядов. Лицо его покрывала свиным рылом противогазовая маска. Несколько десятков отборных рабочих также в противогазах. Одни зацепляли крючком подъемного крана стальное яйцо, другие подводили похожий на виселицу кран с висящим яйцом к полетной площадке, третьи осторожно опускали снаряд жерлом вниз на стальной слегка наклоненный диск площадки и спешили отойти дальше. Инженер Корвин приближался к стоящему дыбом яйцу, поворачивал массивные винты диска, ставя его на нужный угол и ломал взрывной капсюль. В секунду сыпались искры, затем раздавался громоподобный удар, гигантское яйцо подскакивало на несколько метров в воздух и там, крутясь, как бы начинало бороться, не взлетая и не падая, все учащеннее, стрияя, взрываясь. Еще секунда и подхваченная ураганом взрывов, оно взливалось тяжело, шипящий след от него исчезал за тучами. Так, один за другим, в промежутке 2-3 минуты снаряды уносились в межпланетное пространство. Густой и едкий дым наполнял кратер. Настала ночь, а было отправлено всего еще только 60 яиц. Люди изнемогали. Один, другой, шатаясь, брели к ручью, чтобы опустить вспухшую голову в воду. Другие брали из разбитых ящиков бутылки и, отшибив горлышко, глотали водку. Корвин торопил, подбегая к изнемогающим, выхватывал из кармана пачки долларовых бумажек. Обещал огромную премию за каждое отправленное яйцо. В последующий час удалось послать 25 яиц. Но затем несколько человек содрали с себя маски и упали, задыхаясь. Одно из яиц, подведенное к диску, сорвалось с крана и откатилось. В ужасе все легли. Но инженер вскочил на клепанную обшивку снаряда и написал на нем мелом. Отправка полторы минуты – одна тысяча долларов. Бурный дождь, пролившийся над кратером, освежил ненадолго воздух, и число разрушителей луны перевалило за сотни. Во втором часу ночи дождевые тучи разорвались на мгновение, и появился лунный диск. Он был ослепительно ярок. В эту ночь население острова, слишком четыре тысячи рабочих, было удалено от места работ в бараке на побережье. Люди стояли в темноте толпами, глядели на извивающиеся из кратера огненные хвосты ракет. Никто не знал, для чего строились эти снаряды и куда улетали они в эту бурную ночь. Чувствовали только, что делается недоброе дело. Суеверные шептали молитвы. Озлобленные сговаривались опубликовать в газетах, как только получат свободу и вернутся на материк, все беззакония и преступления, совершенные на проклятом острове. Трусливые прятались между приморских скал. Затыкали уши, когда нестерпимый вой снаряда заглушал грохот прибоя и шум толпы. Немногие из сознательных говорили между собой мрачно и злобно, что снаряды бомбардируют в эту ночь через Атлантический океан города Советских Республик. В середине ночи зажгли кое-где костры и варили еду. Многие радовались концу утомительных работ и хорошим деньгам, которые они привезут домой на родину. А в это время на юго-западе, над океаном, из-под низа туч, идущих грядами, начал разливаться кровяно-красный неземной свет. Это хвостом вперед из эфирной ночи над землей восходила комета Биена. Десятое Десятое Как это ни странно, крепко заснул в железной капитанской рубке. Разбудил его резкий удар над головой по обшивке. Он прислонил большое лицо к иллюминатору и увидел на странно освещенных волнах танцующую шлюпку. В ней стоял человек и размахивал веслом. Руф откинул люк. Человек выскочил из шлюпки, проскользнул сквозь люк, сел рядом с Игнатием Руфом и одними губами проговорил. Немедленно, полный ход в открытое море. Это был инженер Корвин. Он взял из ящика сигару и черкнул спичкой. Платье его было прожжено. Руки, шея, лицо, кроме белого кружка, следов маски, черно, обуглено. Когда лодка, гудя от мощи моторов, двинулась на северо-восток от острова, Руф в полголоса спросил. Дело сделано? Нет еще, не все сделано. У инженера так сверкали глаза, что Руф отвернулся. Что же еще осталось? Успокойтесь, осталось то, чего через десять минут не останется. Я не понимаю, Корвин, врел эти, Руф? Задрожавшая челюсть у Игнатия Руфа начала отваливаться. В неясном свете кометы лицо его казалось синевато-бледным. Корвин сказал отрывисто, с омерзением. Имейте мужество признать, что вы этого хотели. Об этом постоянно мне намекали и сейчас этого ждете. Остров? Да, со всеми обитателями, со всеми следами преступления. Корвин быстро взглянул на часы, кинулся к капитанскому рупору. Алло, полный, самый полный, до отказа. Он повалился на кожаную банкетку и закрыл глаза. Руф ссутулясь глядел в иллюминатор. Мрачен и дик был океан, изрытый бурей и озаренные сиянием кометы, раскинутой петушким хвостом на полнеба. Снаряды достигнут Луны завтра в полночь, сказал Корвин. Готовьте бумажник. Вдруг Руф попятился и сел на пол. На юго-западе, на том месте, где лежал остров, из океана поднялся огромный косматый столб праха. Зеленоватые молнии быстро прорезали его во всех направлениях. Блеснул ослепительный свет. Через минуту лодку ударило тяжестью воздуха. Раздались громовые раскаты. Большая волна покрыла капитанский мост. Одиннадцатое. Третью ночь населения большого города собиралось весело встречать восхождение кометы Биеллы. Где-нибудь в деревенской глуши или в степях, среди остатков кочевников, люди трепетали и молились, служили в стареньких церквах, милостивые молебны, или садились в круг слушать колдунов и шаманов, потрясающих бубном навстречу огненным перьям кометного хвоста. Африканские негры устраивали пляски и били в там-тамы. Желтолицы и мудрецы на плоскогорьях Памира вычисляли им одним важные сроки судеб и улыбались улыбкой Будды потоком падающих звезд. Дети и животные были охвачены тоской. Но в больших городах играли всю ночь оркестры, под открытым небом, среди столиков и осенних цветов, в полутьме потушенных улиц смеялись нарядные женщины, пели злободневные песенки о комете, о луне, об Игнате и Руфе, пугающем весь свет. Едва только закатилось солнце, по небу и с точки из созвездия Андромеды помчались стремительные линии падающих звезд. Их, как угли, словно швыряла чья-то рука. Они неслись к зениту и исчезали, иные устремлялись к земле, вспыхивали земляноватым светом и рассыпались в хлопья. Казалось, в высоте бушует огненная метель. Отцветы ее играли в бокалах с вином, в изумленных, смеющихся, взволнованных глазах, в драгоценностях на непокрытых волосах женщин. Часов около десяти по улицам побежали газетчики. Небывалая катастрофа в Тихом океане! Гибель острова Руфа со всеми обитателями! Это известие придало еще большей остроты дивному и жуткому зрелищу. Многие и многие в первый раз сегодня глядели на седые созвездия. Оркестры играли похоронный марш Шопена, над головой беззвучно бушевала метель небесных тел. На облетевших аллеях бульваров, в скверах, где пахло вянущими листьями, на чисто подметенных улицах и площадях, мужчины в вечерних цилиндрах и женщины в мехах, веющих духами, испытывали острое и небывалое влечение. С изумлением глаза вглядывались в глаза, женские руки, плечи, видные сквозь приоткрытый мех. Душистые волосы обещали, казалось, неиспытанное и головокружительное наслаждение. И женщины глядели с нежностью и волнением на своих спутниках. С переполненным сердцем откидывались в плетеных креслах, улыбались восходящему свету кометы. Легонький озноб, неожиданно и всеми желанно принятого влечения, ввеял в эту ноябрьскую ночь на площади, полуосвещенной разноцветными абажурами лампочек, на ресторанных столах. Потоки звезд все гуще бороздили небо. Началось падение аэролитов. Извиваясь, как змеи, раскаляясь до ослепительно-зеленого цвета, они силились пробить воздушную броню земли и распадались в пыль. Их встречали криками, как борцов, идущих к финишу. Вот один, другой, третий аэролит устремились со страшной высоты прямо на площадь. Испуганно кое-где вскочили люди. Площадь затихла. Но, не долетев, разорвались воздушные камни, и только издалека громыхнул гром. Между столиками закрутились серпантиновые ленты. Негритята бои разносили корзины с фруктами. И вот над крышами начал вставать сияющий хвост Биеллы. Она возносилась все выше, раскидывалась все шире. Наконец появилась ее голова, похожая на тупую голову птицы. Оркестры заиграли тушь. К небу поднялись руки с бокалами шампанского. Через 12 часов по точнейшим вычислениям обсерватории всего мира Биелла должна была пройти всего тысячи километров над пустынной южной областью Великого океана. Ожидались бури, большие приливы, усиление деятельности вулканов и даже падение в океан крупных осколков, из которых составлен зыбкий, окутанный раскаленными газами, головной шар кометы. Все это было необычайно, красиво и волновало в особенности женщин. Множество глупостей было сказано и еще больше наделано в эту ночь. Неожиданно на площадь в широкий проход между столиками вылетел мотоциклет. Бестактно и нагло ослепительный луч его фонаря скользнул по глазам. Мотор встал. Седок в кожаном шлеме что-то хрипло прокричал, закутался вонючим дымом, затрещал и вихрем унесся в боковую улицу. Сейчас же засуетилось несколько человек. Что-то, видимо, произошло. Начался ропот. Возвысились тревожные голоса. Оркестры настойчиво замолкали. Всюду вставали на стулья, вскакивали на столики. Зазвенело разбиваемое стекло. Вся площадь поднялась. Еще не понимали, не знали, из-за чего тревога. И вдруг среди глухого говора раздался низкий, дурной женский крик. Сотни мест ответили ему воплем. Пошли водовороты по толпе. И так же внезапно площадь затихла. Перестала дышать. Вдалеке, из-за безобразной островерхой башни 80-этажного дома, выплыла луна. Она была медного и мутного цвета. Она оказалась больше обычного размером и вся словно окутана дымом. Самое страшное в ней было то, что диск ее колебался подобно медузе. Прошло много минут молчания. Стоявший на столе высокий тучный человек во фраке, в шелковом цилиндре небыкрень, зашатался и повалился навзнечу. После этого началось бегство, давка, дикие крики. Люди с поднятыми тростями наскакивали на кучу мужчин и женщин и били по головам и плечам. Пролетели стулья в воздухе, заслопали револьверные выстрелы. Луна, это ясно теперь было видно, развалилась на несколько кусков. Комета Биелла действовала на их неравные части, и они отделялись друг от друга. Это зрелище разбитого на осколки мира было так страшно, что в первые часы много людей сошло с ума, бросались с мостов в каналы, накладывали на себя руки, не в силах подавить ужасом. Улицы осветились. Отряды полиции и войск заняли перекрестки и площади. Кареты скорой помощи подбирали раненых и убитых. В ту же ночь многие города были объявлены на военном положении. Вместо музыки и веселого смеха слышались грузные шаги идущих частей, колючие крики команды, удары прикладов о мостовую. Игнатий Руф и инженер Корвин лежали в креслах салона вагона специального поезда, мчавшегося по озаренным кометой прериям западных штатов. Оба курили сигары, глядели из темноты вагона на дымный, зыбкий, разрушенный ими лунный шар. Время от времени Руф брал трубку радиотелефона, слушал, и рот его одним углом влез вверх. Инженер Корвин сказал, «Когда я был ребенком, меня преследовал сон, будто я бросаю камешки в луну. Она висела совсем низко над поляной. Я не знал тогда, что этот сон означает преступление». «Возьмите себя в руки», — сказал Руф, нахмурившись. «Нам предстоит не спать несколько ночей. Через неделю я даю вам отпуск на лечение. Двенадцатое. В ночь на двадцать девятая луна разбита кометой Биеллы. Пожар луны. Возможность падения луны на землю. Выдержит ли земная атмосфера удар лунных осколков? Таковы были заголовки газет от 30 ноября. Из Лигской обсерватории сообщалось, что лунный шар распался на семь основных кусков, и все они окутаны тучами пепла. Дальнейшая судьба Луны пока еще не определена. Телеграммы о бедах, которые на земле натворила Биелла, никем не читались. Приморские города, затопленные и унесенные огромной волной прилива. Землетрясения, несколько населенных островов, уничтоженных аэролитами кометы. Отклонения теплых течений. Эти мелочи никого не интересовали. Луна. Последние доживаемые дни мира. Внезапная гибель человечества? Или чудо? Спасение? Вот о чем говорили, шептали, бормотали в телефоны в течение 12 часов 30 ноября. А ночью все окна, балконы и крыши были усажены жалкими, боящимися смерти людьми. На улицах, куда было запрещено выходить с закатом солнца, разъезжали патрули велосипедистов. Перекликались пикеты. Стояла небывалая тишина в городах. Лишь кое-где с крыши доносился плач. Облака, закрывавшие Луну, редели. И зрелища осколков, все еще собранных в неправильный потускневший диск, наводила смертельную тоску. В ночь на 1 декабря Руф созвал Союз Пяти. Почитали разницу, которая за истекший день дала биржевая игра на понижение. Суммы барыша оказались так чудовищно велики, что Руф и его компаньоны испытали чувство едкой радости. Действительно, паника на бирже перешла границы разума. В редакциях газет набирались длинные колонки знаменитейших фамилий, объявленных банкротами. Под утро стали поступать радио от маклеров из Европы, Азии и Австралии. Коротко сообщалось о неописуемой панике, о черном дне биржи, о гибели капиталистов, крахе банков, о самоубийствах денежных королей. Были и нехорошие известия о массовых помешательствах, о начавшихся пожарах в европейских столицах. Неуважительное, беспомощное, детски жалкое было в этой человеческой растерянности. Деньги, власть, уверенность в прочности экономического строя, внеизыблемости социальных слоев, всемогущество. Все то, к чему шел Союз Пяти во всем свете, вдруг потеряло силу и обаяние. Миллиардер и уличная девка лезли на крышу и оттуда таращили глаза на расколотую луну. Неужели вид этого разбитого шара, не стоящего ни одного цента, способен лишить людей разума? Член Союза Пяти, старичок, похожий на старого сверчка, потирая сухие ладошки, повторял. Я ожидал борьбы, но не такой капитуляции. Прискорбно в мои годы стать мизантропом. Инженер Корвин ответил ему на это. Подождите, мы всего еще не знаем. На заседании Союза Пяти было решено часть добытых миллиардов снова бросить на биржу, играя на этот раз на повышение, и начать скупку предприятий, обозначенных в списке 28 мая. Тринадцатое. Игнатий Руф остановил автомобиль у подъезда многоэтажного универсального магазина и долго глядел на оживленную толпу женщин, мужчин, детей. Много ему начинало не нравиться. За последнее время в городе появились дурные признаки. И вот сейчас, всматриваясь в этих девушек, беспечно выбегающих из дверей торгового дома Робинсон и Робинсон, Руф захватил всей рукой подбородок, и на большом лице его легли морщины крайней тревоги. Прошло три месяца со дня, когда лунный шар, многие тысячелетия служивший лишь для бредней поэтов, был, наконец, использован с деловыми целями. За семь дней ужаса Союз Пяти овладел двумя третьими мирового капитала и двумя третьими индустрией. Победа далась легко, без сопротивления. Союз Пяти увидел себя распорядителем и властелином полутора миллиардов людей. Тогда им была передана в газеты крайне жизнерадостная статья о 40 тысячах лет, в которых Земля может спокойно и беспечно трудиться и развиваться, не боясь столкновений с останками Луны. Статья как будто произвела благоприятное впечатление. Крыши были покинуты с озерцателями, открылись магазины и понемногу снова заиграла музыка в ресторанах и скверах. Но какая-то едва заметная тень печали или рассеянности игла на человечество. Напряженная озабоченность, борьба честолюбий, воль, железная хватка, дисциплина, порядок. Весь обычный, удобный для управления организм большого города. Понемногу начал превращаться во что-то более мягкое, расплывающееся, трудноуловимое. На улицах все больше можно было видеть без дела гуляющих людей. Тротуары и мостовые стали плохо подметаться, размножились уличные кофейни. Иные магазины стояли по целым дням закрытые, к иным нельзя было протолкаться. И в этой сутолоке среди болтающих чепуху девчонок встречали директоров банков, парламентских деятелей, солидных джентльменов. В деловых кварталах города, где раньше не слышалось иной музыки, чем шум мотора, треск пишущей машинки да телефонные звонки, теперь с утра до утра на перекрестках играли маленькие оркестры. И лифтовые мальчишки, клерки, хорошенькие машинистки отплясывали Шимми и Фокстрот. Из окон деловых учреждений высовывались деловые люди, беспечно перекликались с танцующими. Полиция, это было уже совсем тревожно, ничего не имела против беспорядка, благодушия и беспечного веселья на улицах. У полисменов торчали цветы в петлице, трубки в зубах. Иной, подойдя к перекрестку, где на составленных столах бородатый еврей пиликал на скрипке, и багровый германец трубил в корнет Апистон, и плясали растрепанные девушки, поглядев и крякнув, сам пускался в пляс. В деловых учреждениях, на железных дорогах, на пароходах наблюдались те же беспечности легкомыслия. Замечания встречались добродушными улыбками. Нагоняй или расчет грустным вздохом. Ну что ж поделаешь. И не успеет человек выйти за дверь, слышишь, уже засвистал что-то веселенькое. Союз Пяти начинал чувствовать себя как бы окруженным мягкими перинами и подушками. Он усиливал строгости, но они никого не пугали. Он печатал приказы, декреты, громовые статьи, но газет никто больше не читал. А в то же время в кофейнях и на улицах, собирая толпу, какие-то юноши с открытыми шеями декламировали стихи туманного и тревожного содержания. На заводах, фабриках, рудниках пока еще все обстояло благополучно. Но уже чувствовалось замедление темпа работы, как будто система Тейлора стала размыкать стальные кольца. Союз Пяти решил не медлить. В ближайшие дни произвести политический переворот, встать во главе правительства, объявить диктатуру и, пусть даже брызнет кровь, призвать человечество к порядку и дисциплине. Игнатий Руф, вглядываясь внимательно в посетителей магазина, внезапно понял, что было необычайного в этой толпе веселых покупателей. Он вышел из автомобиля и встал в дверях. Все, мужчины и женщины, выносили свои покупки незавернутыми в бумагу. Перекинув через руку или набив ими карманы, они спокойно проходили мимо полисмена, добродушнейшего великана с цветком за ухо. Игнатий Руф вместе с толпой продвинулся в магазин. На прилавках лежали горы материи, вещей, предметов роскоши. Мужчины и женщины рылись в них, брали то, что им нравилось, и уходили довольные. Магазин расхищался. У Игнатия Руфа стиснуло горло железной спазмой. Он тяжело шагнул к улыбающейся нежной сероглазой, в шляпке на бок девушки и сказал громогласно так, что слова его прокатились под гигантским куполом магазина. Сударыня, вы занимаетесь воровством. Девушка сетя же моргнула, поправила шляпку. Разве вы приезжие? Сказала она кротко. Разве вы не знаете, что мы уже три месяца все берем даром? Руф обвел кровавыми глазами шумную толпу расхитителей. Крупный пот проступил у него на лице. Сумасшедший! Город сошел с ума! Мир сошел с ума! Проговорил он в выступлении. Четырнадцатое. Пять тысяч суданских негров, огромных, зубастых, с гранатами за поясом и скорострельными 20-фунтовыми ружьями на плече, без сопротивления прошли от вокзала до площади парламента. В середине наступающих колонн двигался открытый белый автомобиль. На замшевых подушках сидел Игнатий Руф в закрытом до шеи черном пальто и черном цилиндре. В петлице мотала увядшей головкой белая роза. Игнатий Руф оборачивал направо и налево бледное страшное лицо, как бы ища ввалившимися глазами встревоженных толп народа, чтобы знаком руки в белой перчатке успокоить их. Но прохожие без изумления, будто видя все это во сне, скользили взглядом по тяжело идущим рядам суданских войск. В городе не было ни страха, ни возбуждения. Никто не приветствовал совершающийся политический переворот и не противился ему. Суданцы окружили парламент и залегли на площади перед ним. Игнатий Руф, стоя в автомобиле, глядел на зеркальные окна в большой залы заседаний. Гарнист, великан-негр, вышел перед целями на площади и на рожке печально заиграл сигнал сдачи. Тогда с мраморной лестницы парламента сбежало несколько человек, пытаясь скрыться. Их сейчас же арестовали. Игнатий Руф, подняв руку и помахав ею как тряпкой, продвинул цепи вплотную к зданию. Сквозь окно было видно теперь, как в зале на скамьях амфитеатра сидят члены парламента. Кто облокотился, кто подперся сонно. На трибуне оратор бормотал что-то по записке. За председательским столом на возвышении дремал полный седой спикер, положив руку на колокольчик. Игнатий Руф пришел в ярость, надвинул цилиндр на глаза и коротко лая отдал приказ. Передние цепи суданцев подняли тяжелые ружья, заиграл рожок, и площадь содрогнулась от залпа. Диокальные стекла покрылись трещинами, посыпались, зазвенели. Через 10 минут парламент был занят. Депутаты, как будто с величайшим облегчением воспринявшие эти события, были отведены в тюрьму. Затем Игнатий Руф с небольшим отрядом суданцев окружил Белый дом, вошел в него с револьверами в обеих руках и сам арестовал президента. С вежливой улыбкой сказавшего по этому поводу исторические слова. Я уступаю СИИ. Через час отряды мотоциклов и аэропланы разбросали по городу извещения Союза Пяти о государственном перевороте. Вся власть в стране переходила к пяти диктаторам. В тот самый день, в тот самый час, они с отрядами выведенных из Африки войск занимали города Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфию, Сан-Франциско. Новые парламентские выборы назначались через полгода. Страна объявлялась на военном положении. Закрывались все рестораны, театры, кино. Запрещалась музыка в общественных местах, а также бесцельное гуляние по улицам. Извещение было подписано председателем Союза Пяти Игнатием Руфом. Переворот был решительный и суровый. Союз Пяти отныне безраздельно, бесконтрольно владел всеми фабриками, заводами, транспортом, торговлей, войсками, полицией, прессой, всем аппаратом власти. Союз Пяти мог заставить все население Америки стать кверху ногами. Со времен древних азиатских империй мир не видал такого сосредоточения политической и экономической власти. Над этим странным миром по ночам поднималась разбитая луна большим неровным диском, разорванным черными трещинами на семи сколков. Ее ледяной покой был потревожен и обезображен человеческими страстями. Она все так же кротко продолжала лить на землю серебристый свет. Все так же ночной прохожий поднимал голову и глядел на нее, думая о другом. Все так же вздыхал и приливал к берегам океан. Росла трава, шумели леса, рождались и умирали инфузории, моллюски, рыбы, млекопитающие. И только пять человек на земле никак не могли понять, что в круговороте жизни они пятеро, диктаторы и властелины никому ни на что не нужны. Пятнадцатое. В кабинете свергнутого президента, спиной к горящему камину, раздвинув фалды, чтобы греть зад, стоял Игнати Руф. Перед ним сидели диктаторы. Он говорил. В первый день еще можно было заметить подобие страха. Но сейчас они ничего не боятся. Вот ваши полумеры. Они, то есть люди, население. Они без сопротивления отдали нам свои деньги. Они не сопротивлялись, когда мы брали власть. Они не желают читать моих декретов, как будто я их пишу тростью на воде. Но черт возьми, я предпочел бы иметь дело с бешеным слоном, чем с этой сумасшедшей сволочью, которая перестала любить деньги и уважать власть. Что случилось, я спрашиваю? Они пережили несколько часов смертельного страха. Все. Мы вывернули их карманы. Правда. Но после этого они должны были еще больше преклониться перед идеей концентрированного капитала. Один из диктаторов, похожий на старого сверчка, спросил. Уверены ли вы, сэр, что мы так богаты, как мы это думаем, сэр? Девять десятых мирового золота лежит в подземельях здесь. Руф ударил ногой по ковру. Ключ от этого золота здесь. Он хлопнул себя по жилетному карману. В этом никто не сомневается. Я удовлетворен вашим объяснением. Благодарю вас, сэр. Ответил диктатор, похожий на сверчка. Руф продолжал. Они продолжают существовать, как ни в чем не бывало. Заводы работают, фермеры работают, чиновники и служащие работают. Очень хорошо. Но при чем же мы, я спрашиваю, мы хозяева страны или мы сами себя выдумали? Вчера в парке я схватил за воротник какого-то прохожего. Понимаете ли вы, сэр, крикнул я ему, что вы весь мой с костями и мясом. С вашей душонкой, которая стоит 27 долларов в неделю. Негодяй усмехнулся, будто он зацепил воротником за сучок. Освободился и ушел, посвистывая. Мы взорвали проклятую луну. Мы овладели мировым капиталом. Мы взяли на себя чудовищную власть только для того, чтобы к нам относились, как к явлению природы. Дует ветер, подними воротник. Я запретил музыку в общественных местах. Весь город ходит и насвистывает. Я закрыл кабаки и театры. В городе стали собираться по квартирам. Они развлекаются бесплатно. Мы мираж. Мы боги, которым больше не желают приносить жертвы. Я спрашиваю. Мы намерены зарываться по шею в наше золото? Или перед этим камином надуваться от гордости в упалении, что мы власть, которая еще не видал мир? Я спрашиваю, каков практически вывод из нашего могущества? Диктаторы молчали, глядя на кровавые угли камина. Руф отхлебнул минеральной воды. Если вы будете бить кулаками в воздух, в конце концов вы упадете и разобьете нос. Нужно создать сопротивление среды, в которой действуешь. Иначе действие не произойдет. Мы на краю пропасти, я утверждаю. Человечество сошло с ума. Нужно вернуть ему разум. Вернуть его к естественной борьбе за существование. Со всеми освещенными историей и формами, где в свободной борьбе личности с личностью вырастает здоровый человеческий экземпляр. Мы должны произвести массовый отбор, направо и налево. Ближе к делу, что вы предлагаете? Спросил другой из диктаторов. Кровь, сказал Руф. Всех этих с неисправимость двинутыми мозгами, всех этих свистунов, мечтателей, без двух минут коммунистов в расход. Мы объявим войну Восточноевропейскому Союзу. Это поднимет настроение. Мы объявим запись добровольцев войска. Вот первый отбор наиболее здоровых личностей. Мы объявим войну всех против всех. Мы будем руководить этой бойней, где погибнет слабый и где сильный приобретет волчьи мускулы. И тогда мы наденем железную узду на возрожденного зверя. Руф нажал кнопку электрического звонка. За стеной в тишине затрещало. Прошла минута. Две. Три. Руф поднял брови. Диктаторы переглянулись. Никто не шел. Руф сорвал с камина с телефонного аппарата трубку. Сказал сквозь зубы номер и слушал. Понемногу лицо его темнело. Он осторожно положил трубку на аппарат. Подошел к окну и приподнял тяжелую шелковую портьеру. Затем он вернулся к камину и снова отхлебнул глоток минеральной воды. Площадь пуста. Площадь пуста, хриповато сказал он. Войск на площади нет. Диктаторы, глядя на него, ушли глубоко в кресло. Было долгое молчание. Один только спросил. Сегодня были какие-нибудь признаки? Да, были, ответил Руф, стукнув зубами. Иначе бы я вас не собрал сюда. Иначе бы я не говорил так, как говорил. Опять у камина долго молчали. Затем в тишине белого дома издалека раздались шаги. Они приближались, звонко, весело стуча по паркету. Диктаторы стали глядеть на дверь. Без стука широко распахнулась дверь. И вошел плечистый молодой человек с веселыми глазами. Он был в шерстяной белой рубашке. Широкий бумажный пояс перепоясывал его плисовые коричневые штаны на крепких ногах. Лицо его было обыкновенное, добродушное, чуть вздернутый нос. Пушок на верхней губе. Девичий румянец на крепких скулах. Он остановился шагах в трех от камина. Слегка кивнул головой. Открыл улыбкой зубы. Добрый день, джентльмены. Что тебе нужно здесь, негодяй? Спросил Руф, медленно вытаскивая руки из карманов. Помещение, нам нужно под клуб. Нельзя ли будет очистить? Конец к...